Приветствую всех любителей аудио! И сегодня в нашем обзоре устройство от компании Arilic под названием Arilic S50 Pro. Это современное устройство, так называемый, можно сказать, next-gen, вобравший в себя все популярные современные технологии, которые многие пока еще не начали использовать, потому что это такое будущее, может быть и дней грядущих, но уже сегодня мы можем попытаться воспользоваться этими достижениями. В данном случае это у нас стриминговый компонент для вашей аудиосистемы. Это недорогой доступный компонент, который позволяет насладиться хорошим звуком у себя дома с большого количества источников. Давайте сейчас я прочитаю видение компании относительно этого устройства. S50 Pro Plus это high-end-аудио стриминговый предусилитель с сетевыми функциями с Bluetooth aptX HD подключением. Применяя S50 Pro Plus в вашей стереосистеме, вы можете использовать стриминговую музыку с вашего смартфона. В данном случае указаны смарт-девайсы, USB, NAS или стриминговых сервисов, таких как Spotify, Tidal или Cubus, в высоком разрешении благодаря приложению 4Stream или 4Stream, AirPlay, Bluetooth или другим от разработчиков третьих сторон. Внутри данного устройства, я продолжаю читать. Содержатся компоненты Hi-Fi качества, такие как ESS9023 в качестве ЦАП, ServiceLogic в качестве АЦП и вместе это дает прекрасное звуковое качество. Дополнительно вы можете использовать в доме эту систему благодаря беспроводным методам передачи звука. Вы можете разграничить комнату на мультизоны, квартиру на мультизоны, на спальню, на кухню и так далее. И стриминговые потоки разные будут идти в эти разные места. Мне кажется, как бы для многих это окажется интересным, когда вы заходите на кухню, у вас играет джаз, в спальне играет еще какая-то музыка и так далее. В общем-то, по спецификациям. Спецификации здесь следующие. Wireless Network, то есть Wi-Fi у нас EEEE 802.11BGN 2.4. Ethernet здесь на 10 и 100 мегабит. RG45 подключение. Bluetooth здесь 5.0 Qualcomm aptX HD. USB у нас здесь позволяет подключить флешку и играть до 1024 треков. Ну, может быть и больше, это надо пробовать. Здесь написано просто Apply Music for a USB Pen Drive, но в инструкции указано почему-то 1024 трека. Может быть, это как-то связано с удобством переключения между треками. Не знаю. Частота воспроизведения от 20 до 20 килогерц. Цифровые выходы. Здесь коаксиальный и оптический. Аналоговые выходы у нас здесь 1RCI под сабвуфер, а аудио входа опять же 1RCI. Питание 12 вольт 1 ампер, то есть мощность блока питания здесь 12 ватт. Соответственно, декодирование. Да, 24 бисудень за 2 килогерц он все понимает. Музыкальные форматы, которые этот стример понимает и воспринимает, это у нас FLAG, MP3, AAS, AAS+, ALAC, APE и WAVE. Ну, FLAG один из таких вот столпов. Аудио очень здорово, что можно FLAG и просто прослушать. Я прослушал, конечно же. Дальше у нас идет MP3. Если FLAG относится к музыке типа Lossless, то есть без потерь, то MP3 это у нас лось. Ну, а как любой лось, это музыка, конечно же, с потерями. Но это не значит, что это звучит плохо. Ну и так далее. В общем-то, соотношение сигнал-шум здесь достаточно высокое, 110 дБ. Напомню, например, соотношение у компакт-диска с CD-аудио составляет 96 дБ. То есть здесь параметры превышают возможности CD-диска. Ну, искажения здесь очень низкие, 0,03% указано. Есть пульт дистанционного управления, есть некий дисплей, на котором отображается информация. И размеры устройства у нас 12 на 11 и на 3,7 сантиметра. 400 грамм весом. Давайте посмотрим, что же это так из себя представляет. Ну и видите, на передней панели у нас указаны главные достоинства. Это Wi-Fi, aptX, HD, Spotify, AirPlay, Multirum, ESS, Saber. И, соответственно, вот компания Arilic с лозунгом Play and enjoy sound differently. Также вот сбоку, я смотрю, тоже указаны интересные дополнения. В данном случае это у нас Spotify, Deezer поддерживается, Tidal, Coolbus, TuneIn, iHeartRadio, QQMusic, Napster, Internet Radio, AirPlay. И давайте здесь у нас еще есть QR-код для скачивания программки ForStream Ape. Ну, логично, так как с помощью этой программки данное устройство, в общем-то, и управляется. И здесь вот у нас устройство. На самом деле, оно идет в красивом пакете, который я уже снял, потому что я уже потестировал это устройство. Здесь у нас закрыта стеклянная панель целлофаном. Он снимается и будет все красиво плестеть. Я еще пока его не снял. С обратной стороны у нас множество разъемов. Не сразу понятно, с ними не сразу можно разобраться, учитывая еще тот факт, что надписи нанесены белой краской на белом фоне. Это достаточно оказалось сложновато, я бы сказал так. И пришлось вот так вот смотреть, чтобы все-таки различить и понять, что там написано. Но, тем не менее, здесь вот у нас прикручиваются антенки, которые я сейчас прикручу. И вторая антенка. Это для Wi-Fi и для Bluetooth, соответственно, антенки. Здесь у нас подключено питание 12 вольт. Вот так вот выглядит блок питания. 12 вольт, 1 ампер. Соответственно, вот мы подключаем его. Это у нас разъем RG45 для сети. Это у нас USB флешечка сюда втыкается. Соответственно, вот так вот мы можем ее поставить. У нас сзади будет флешка подключена. Также в комплекте у нас идут провода. Есть просто колокольчики. Ну, как видите, устройство само по себе бюджетное, поэтому самые простые колокольчики, в общем-то. И тут же также идут колокольчики, как сиала, да, и обычный джек для подключения телефона. В общем, здесь есть и аудио вход, и аудио выход, и цифровые выходы, и цифровые входы, но я уже это все озвучивал. В общем-то, друзья, вот так выглядит устройство, но, как видите, никаких кнопок нет, поэтому для управления предусмотрен пульт дистанционного управления. Вот так вот он выглядит. В общем-то, да, здесь достаточно много кнопок. Есть и переключение на USB, на оптику, на Bluetooth, на Wi-Fi, на вход, аудио вход, и можно регулировать и громкость, и перемотку, и паузу, и воспроизведение, и бас, и высокий регулировать, и так далее. Можно сбросить все в прямую линию flat. The Bass еще есть кнопочка, я так подозреваю, либо это сабвуфер, либо это у нас усиление басов. Батарейки в комплект не идут, поэтому я поставил свои. И, соответственно, кнопок много. Даже есть и mute кнопочка, но есть диммер, который экран приглушает или вообще гасит. Устройство все равно настолько сложное, что никакого пульта бы, наверное, не хватило. Поэтому, на самом деле, нужно скачать приложение 4Stream, чтобы управлять этим устройством. Поэтому, да, безусловно, это потребует определенных, некоторых навыков владения со смартфоном. Даже соединиться с Bluetooth, этому устройству, ну, как и любому другому современному устройству, требуется определенный навык владения смартфоном. То есть, в смартфоне нужно зайти в настройки Bluetooth, выбрать. Это устройство, оно там будет показано, как sound system. Мы его активируем, и после этого мы сможем передавать музыку. Никаких паролей не потребовалось, просто сразу все заиграло. Также, если вы хотите совсем просто, вы берете просто флешечку, накидываете на нее до 1024 композиции, включаете, и данное устройство у вас будет играть, а на следующий трек вы можете переключаться, нажав следующий трек кнопочку. Или назад, или вперед, то есть, как вам удобно. В общем-то, чем я и занимался. Что касается начинки аппарата, да, здесь не самый топовый ESS-9023, но я посчитал это очень мудрым решением, так как устройство не позиционируется, как какое-то там high-end решение, которое бы стоило много тысяч долларов. Оно позиционируется именно в начальном секторе, где человеку нужно показать максимальное качество звука за минимальные деньги, и вот ESS-9023 оказался самым таким интересным решением, потому что он дает очень правильный сбалансирный звук. Если бы сюда был установлен, например, Sabre 9038 Pro, то сами представляете, стоимость устройства бы глобально, во-первых, подорожала, во-вторых, все равно бы, ну, в такую коробочку невозможно было разместить правильный обвес, правильное питание, хорошие операционные усилители, то есть этого бы ничего не было, и звук бы пострадал, и выпятил множество недостатков. Здесь же, наоборот, все очень правильно решено, здесь поставлен 9023. Безусловно, это не такого уровня чип, но зато он вот для своей ниши очень сбалансирован, в результате мы получаем очень хороший звук в данной ценовой ниши, практически не имеющий недостатков, в чем я и убедился при прослушивании. Самое простое, сразу начать прослушивать, это вот, с моей точки зрения, конечно, просто USB флешку воткнуть в него, и с USB флешки я прослушал флаки, и флаки конкретно содержали альбом Absolute Sound, или Absolute Sempler, в общем, прекраснейший сборник, содержат двухминутные отрывки в великолепнейшем качестве, совершенно в разных жанрах, и можно вот оценить полностью, как звучит система, там, начиная от джаз, и блюз, и классика, и так далее, в общем-то, этнические инструменты, все очень здорово. И я когда включил, меня удивило, во-первых, очень глубокое низкочастотное звучание, то есть бас в этого устройства довольно глубокий. Обычно многие изделия других компаний, они в этом бюджете выдают устройства, которые, ну, как бы выхолощенные, очень тощие, и у них не хватает основательности, не хватает тела. Здесь же, наоборот, вот в Арилике, был бас достаточно глубокий, даже не то, чтобы быть достаточно, я бы сказал, глубокий бас был, прям вот так вот бы и сказал. Вот, что удивило, честно вот скажу, удивило, поэтому звук был густой, мясной такой, очень вкусный, живой. Другой момент понравилось при прослушивании именно вот флагов с USB флешки, что все узнаваемо, то есть я эти композиции прекрасно знаю в своей референсной системе, как они звучат, и я слышал ровно то же, что и слышал. Может быть, не такая бешеная детализация, как на high-end аппаратуре, но все было на месте, и не было сибиллиантов. С одной стороны, аппарат не глухой, то есть по высоким частотам, но и не звонкий, он не звенит, как вот колокольчик какой-то, он как-то вот нашел золотую середину, когда высоких достаточно, больше не хочется, но нет сибиллиантов, то есть в этом плане очень-очень здорово получилось. Что касается разрешения, то оно такое, конечно же, приглушенное, не такое высокое, как вот у топовых чипов, безусловно, но с другой стороны, в этом диапазоне своей иерархии для этой аппаратуры это нормально. Главное, что он очень правильно подает телесный звук, и вы слушаете, и вам звук нравится, потому что аппарат, на удивление, музыкальный. Он телесный, он сладковатый такой вот, очень приятный, он гладкий, и вы слушаете с удовольствием эту гладкую музыку, она просто льется, и она больше, знаете, как фоновая, меломанская, и она вас захватывает и не заставляет анализировать звук, она заставляет просто плыть по течению и наслаждаться звуком. И это мне понравилось, я послушал, да, действительно, в своем вот бюджетном решении она звучала очень хорошо, и я при всем желании не знал, даже к чему можно придраться просто буквально. Ну, серьезно, придраться к аппарату в такой ценовой нише по разрешению даже более-менее прозрачный, на самом деле. То есть все было достаточно хорошо. Поэтому мне захотелось попробовать этот аппарат, как он звучит, через Bluetooth. Через Bluetooth многие говорят, ну, надо же знать, насколько Bluetooth испортит звук, как музыкант задумал. Ну, в данном случае, поэтому я решил использовать свои композиции, которые выкладывал на YouTube, потому что кто, как не я, знаю, как они звучат и как они должны звучать. И вы знаете, я включил, передал с телефона по Bluetooth сюда, и, в принципе, я не услышал каких-то таких вот искажений, чтобы там что-то зацикало, или еще что-то, я услышал такой сладенький-гладенький звук и с удовольствием раза три подряд их прослушал, просто получая удовольствие. Поэтому для просто фонового прослушивания, для отдыха получилось очень здорово. Поэтому, наверное, вот где-то в спальне или на кухне, или если вы очень продвинутые в компьютерных технологиях, наверное, вы можете настроить и на мультизонность, прослушивание, чтобы в разных комнатах разная музыка играла, оно здесь уже потребуется побольше опыта, почитать инструкцию, посмотреть какие-то обзоры, как это все сделать. То есть, в этом плане устройство хорошее. И хороший бюджетный звук. По сути, я не увидел для бюджетного звука в нем недостатков. Мне все понравилось. Он не выхолощенный, он полноценный, он музыкальный. Вот музыкальность, это вот самая главная фишка. Я, честно, не ожидал. И когда вот это я все в сумме послушал, я понял, что этот аппарат, он очень грамотно сконструирован в том плане, что здесь нету каких-то компонентов, которые бы он не смог реализовать. Здесь выбраны компоненты, может быть, не самые дорогие, не самые топовые, но зато они хорошо реализованы, и вы получаете все, что бы вы могли от них получить. Получаете хороший, приятный фоновый звук, меломанский звук. Я не говорю, что аудиофил возьмет этот аппарат и будет наслаждаться. Хотя аудиофил может взять этот аппарат, и с него через стриминговые сервисы, получив звук, отправить на какой-то совсем там хай-энд крутейший ЦАП. Такое тоже возможно через него. Но такие мы возможности пока не обговариваем, хотя они есть. А вот просто прийти, насладиться или с телефона отправить какую-то композицию, сразу слушать на свою систему по Bluetooth через вот это устройство, или да просто YouTube-канал прослушать через свою аудиосистему, благодаря вот этому вот стримеру, очень даже здорово. В общем, друзья, на этом ознакомительную экскурсию я на сегодня завершаю, посвященную Arilic S50 Pro Plus. И дальше мы уже увидимся в других обзорах по этому аппарату. Я обязательно вам продемонстрирую, как он звучит, потому что вы можете верить или не верить на слово, но своим ушам вы поверите больше. И я обязательно выложу композиции, которые я проиграю на этом устройстве на YouTube в отдельном видео, чтобы вы могли оценить, как оно звучит. Но уже сейчас я могу сказать, что меломану, любящему фоновый, ненапрягающий звук, но не имеющему каких-то недостатков, я бы посоветовал его просто для наслаждения прослушивания спокойной музыки. А на сегодня всё, и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok